Всем привет! Это один из самых первых ведьмаков и у него даже голова отличается от сегодняшних ведьмаков. Она такая очень четкая, гранированная. Сейчас такой амулет найти очень сложно, если найти он стоит очень дорого. Нынешние, которые льют, они выглядят чуть-чуть похуже. Идеальная форма, можно носить вот так, на пальце ручной волк. Этот мой варган я продаю, один из первых, потому что он у меня лежит. Я его использую на ярмарках в связи с тем, что он громкий. И очень хочу, чтобы он нашел своего хозяина, потому что он мне очень нравится. Но мне носить ведьмаков на каждую ярмарку тяжеловато, да и хочется, чтобы он нашел своего хозяина. Здесь вот мы видим полость закрытая. Это было раньше старое крепление, сейчас там переделано все под новое крепление. Вы эту голову не оторвете. Модель, почему он лично мой был, потому что он громкий. И на фестивалях его очень хорошо слышно. Невероятно мощный варган. Поехали, нота у нас будет... А, Ш, Р, Третья октава. А, Ш, Р, Третья октава. Очень жирный, вкусный варган. Невероятно жирный, вкусный. Единственный у него минус в том, что при бою от себя звук портится в связи с тем, что у нас короткая длина варгана. Он маленький совсем. Что-то 6,5, по-моему, если не ошибаюсь. Да, по-моему, 6,5. Удобный, маленький такой вот варганчик. Кусачий. В общем, очень надеюсь, что он найдет свой хозяин. Сейчас посмотрим, магнитик к нему подходит или нет. Потому что это старый вариант. Нет, магнитик колеблется. Соответственно, магнитик будет другой, плоский. Понижающий на полтона. Поэтому мы пробовать его не будем. Итак, это ведьмачок маленький ищет себе хозяина. Чехол в подарок. Такой вставляющийся, чтобы можно было поставить на стеночку или на полочку. Ну, все, отправляем его в путь. Ищем хозяина. Всех вам благ. Будьте здоровы. Продолжение следует.